В Сирии убит ученый, который разрабатывал ракетное оружие. Дамаск обвиняет Израиль, но там пока отмалчиваются. В то же время война в Сирии, по мнению экспертов, подходит к концу. Все детали узнаем от Сергея Услендера. Ассиз Асбар в научном центре МАСЬЯФ руководил отделом номер 4. Засекреченное подразделение, которое отвечает за разработку баллистических ракет и установку на них химических боеголовок. Ассиза убили в собственном автомобиле. Дамаск сразу нашел в этом деле израильский след. Дескать, ученого ликвидировал МАСАД. В Израиле эти сообщения не прокомментировали. В Сирии сейчас творится такое, что обвинять во всем еврейское государство просто нелепо. Ученый, который был убит, между прочим, взяли ответственность за его уничтожение. Исламская группировка, которая воюет с сирийским режимом. Поэтому говорить о том, что это израиль или не израиль, это совершенно не релевантно. Потому что там столько группировок, которые воюют друг с другом, что Израилю там не всегда есть что делать. Они делают эту работу вместо нас. Впрочем, позиция Израиля по сирийскому вопросу известна очень хорошо. У себя делайте, что хотите, только не переходите границы и красные линии. А вот разработка дальнобойных ракет и химического оружия как раз и была такой красной линией. Но куда большую активность Израиль проявляет, если у его границ оказываются иранские подразделения или отряды радикальных группировок, вроде ИГИЛ. Сирийским военным тоже достается подтверждение тому уничтожение сирийского самолета, вторгшегося в воздушное пространство еврейского государства. Наша ПВО готова в любой момент доказать свою силу. Что касается всего, что происходит с другой стороны в Сирии, с нашей точки зрения ситуация возвращается к тому, как это было до гражданской войны. Война в Сирии, похоже, подходит к концу. Армия Башара Асада добивает остатки повстанческих группировок и уже вплотную приблизилась к границе с еврейским государством. Израиль реагирует на это спокойно, дескать, это ваше дело, но уточняет, резни среди нелояльных к Асаду сирийцев не допустит. Что касается послевоенного устройства в Сирии, то здесь позиция Иерусалима вполне простая. Если все вернется к ситуации до начала конфликта, когда действовало соглашение о разделении сил после войны судного дня, то Израиль это вполне устраивает. Но только при условии, что Дамаск будет придерживаться четко обозначенных красных линий. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.